Добрый вечер, в эфире новости. Мои коллеги и я, Григорий Адаменко, готовы рассказать обо всем, что происходило сегодня в Реутове. И вначале коротко о главном. А я иду, шагаю. В Реутове создадут пешеходную зону с учетом ограниченной городской территории. Вчера были по 200, сегодня по 230. Насколько подорожает самый популярный подарок к женскому празднику? Идеальных женщин не бывает, но их можно создать. Своими руками журналисты РТВ поэкспериментировали с мечтой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый сантиметр Арбата – это история. Почти в каждом доме жили знаменитые люди. Как правило, пешеходные зоны размещаются в исторической части города или поселка. Здесь есть музеи, сувенирные книжные лавки, скамеечки для отдыха. В столице больше десятка таких мест. Кроме Арбата, в Москве есть и другие пешеходные улицы. Некоторые таковыми стали совсем недавно. Например, Большая Дмитровка. Сейчас здесь ездят машины, но по выходным и праздничным дням улицу перекрывают. И передвигаться по ней можно только пешком. Такие улицы нужны в Большом городе. Это признают и сами москвичи. Можно отдохнуть от бешеного темпа жизни. В Подмосковье они тоже нужны. Это уже волевое решение губернатора и уже принято к исполнению. Где-то строят новые аллеи, где-то улицы перекрывают. А в Реутове пошли другим путем. Мы подошли совсем к другому. По-другому к этой проблеме. Да, мы создаем какие-то вот эти пешеходные зоны, давайте называть улицы, рядом с проезжей частью. Во-первых, это человеческий фактор. Должна подъехать спецмашина. Ну, я имею в виду скорая помощь, не дай бог. Вот, пожарные машины. Если она полностью, полностью как бы лишена проезжей части, то тогда это сделать тяжело. Такие пешеходные зоны появятся в Реутове совсем скоро. Одна из первых на улице Южной. Тротуар расширят, установят фонари и скамеечки. Точные сроки пока неизвестны. Как обычно, все решают финансы. Анна Чернова, Виталий Шкурин, Артем Удников. Для РТВ. Лучших управляющих парками в области определяют через три месяца, но вначале обучат. Семинары два раза в месяц, заявил советник губернатора Игорь Чайка. Первый в Красногорске прошел сегодня. Полученные знания руководители должны реализовать у себя в городе. Лучшие исполнители поедут для обмена опытом за границу. В рейтинге учтут инвестиционную привлекательность парков и их наполнение. Но главное – эффективность использования денег. Сейчас чиновники разрабатывают методологию оценки. Обо всем, что происходит в городе, теперь можно написать главе на электронную почту. Адрес вы сейчас видите на своем экране. Общаться с населением напрямую будут также руководитель администрации и его первый зам. По любым вопросам, которые касаются их, если они не нашли понимания в управляющей компании, если есть проблемы в взаимоотношении с детскими садами, школами, по любым вопросам жители могут обратиться на электронную почту. Все электронные письма будут учтены, будут рассмотрены, и на все электронные письма будет дан ответ. Женщин Реутова с наступающим праздником сегодня поздравляли в культурно-досуговом центре. Среди приглашенных представительницы самых женских профессий, медики и учителя, были и профессиональные мамы, женщины, которые посвятили себя рождению и воспитанию детей. Дорогие женщины, я от всей души поздравляю вас с наступающим праздником. Я желаю вам счастья, добра, любви самое главное, исполнения всех желаний. Ну а мы, мужчины, вас очень ценим и очень любим. И не только 8 марта. Парамонова Ольга, она воспитывает пятерых детей, получила подарок от губернатора, знак «Материнская слава». Были еще благодарности и почетные грамоты от главы города. Представители администрации пожелали собравшимся весеннего настроения. Первый вклад в его создание – концерт, он тоже прошел в МКДЦ. По статистике, 70% мужчин выбирают в качестве подарка цветы. Остальные покупают букеты в качестве дополнения к основному презенту. В канун 8 марта этот атрибут торжества традиционно растет в цене. Анализ цен провела Юлия Абдулаева. Розы, тюльпаны, хризантемы. В цветочном магазине пополнение ассортимента. До праздника еще несколько дней, а заказов уже полная тетрадь. Продавцы делают готовые композиции, вяжут шесть рук. Торопятся, боятся не успеть к празднику. Собирают даже такие – эксклюзивные презенты. А какие же они любят цветы? Вот почему в канун праздника Сергей в цветочном магазине – постоянный клиент. Этот букет на день рождения. На 8 марта тоже придет за розами. Классику предпочитает большинство, но сейчас частенько выбирают экзотику. Были вчера, заходили, прям по несколько букетов, чтобы обязательно там или ананасик был, или стрелинцы. Вот видите, рыженькие такие, как птички. С ананасами, вот протея, цветочек такой. Очень красиво букеты смотрятся, эксклюзивно. За эксклюзив и заплатить придется больше. Ветка орхидеи может стоить до полутора тысяч. В обычные дни не больше тысячи рублей. Спрос диктует новую ценовую политику. Повышение доллара не сказалось на ценах цветов. Во всяком случае у нас. Как в прошлом году, так и в этом году. Вот такое подорожание произошло. Ну, там, 20, максимум до 50 рублей. Такие цены устанавливают поставщики, объясняют в магазине. Но и ассортимент совсем другой. Не тот, что был, скажем, лет 10 назад. Мимоза стала пушистой, а такие редкие. Прежде ирисы, теперь любых цветов и оттенков. На любой вкус и карман, как говорится, одна тенденция все же сохраняется. После праздников цены на этот скоропортящийся товар упадут. Юлия Абдулаева, Виталий Шкурин для РТВ. Есть много красивых женщин. Милых, хозяйственных, добрых. А вот идеальных найти сложно. Сколько мужчин, столько и мнений. Все же журналистам РТВ удалось создать портрет дамы без изъянов. Даже в двух вариантах. Предлагаем вам заглянуть в лицо мечте. Вообще-то я люблю симпатичных, но европейского типа лица должен быть у нее. Желательно, конечно, голубые глаза. Светлые глаза голубые. Носик культурный, аккуратный, не как у меня. Небольшой нос. Не как у Буратино. Губы должны быть полные. Чтобы целовалось хорошо. Волосы, мне кажется, должны быть светлыми. Мне желательно, чтобы темные волосы, красивые. Цвет волос блондинка. Вот Шукшуна в молодости была. Вот приблизительно такая вот женщина. Шарли Стерон, допустим. Нос должен быть, как у Шернстоун. Волосы, глаза, как у Моники Белуччи. Овал лица должен быть, как у Людмила Бурччика. Глаза, знаете, красивые у Моники Белуччи. Фомелы Андерсон. Губы похожие на Анжелина Жари, но менее пухлые, скажем так. Быстро отвечать на вопросы, составлять слова и разгадывать ребусы. Эти умения пригодились риотовским дошколятам на викторине. А вот кто сделал это лучше остальных, узнал Владислав Момот. Такой же формы, такого цвета. Блеснуть знаниями и продемонстрировать коллективный дух. В каждом задании нужно и то, и другое. Всего три команды. Из детских садов «Елочка», «Звездочка» и «Солнечный зайчик». Они будут выполнять разные задания, которые направлены на развитие речи, на обучение грамоте, на развитие математических представлений. Шестилетний Рослав в такой викторине участвует впервые. Готовился долго, дома решал задачки. Говорит, очень пригодилось. Составлять слоги вместе и писать их слоги. Было трудно. А все остальные боележки. Со всеми справились? Ну, не со всеми, с двумя не справились. Я переживал сильно, потому что задания были непростые, но интересные. Я видел, как все дети стремились победить. Эти эмоции. Все ради победы, все ради знаний. Победил первый детский сад. «Солнечный зайчик», за который выступал Ярослав, второй. Владислав Молот, Виталий Шкурин для РТВ. Сертификат о сдаче ЕГЭ станет электронным, а вузы, возможно, изменят список вступительных экзаменов. Сразу после новостей в прямом эфире обо всем расскажет зам. начальника управления образования Реутова Людмила Герасимова. И о погоде в завершении выпуска. Днем, согласно прогнозам, будет пасмурная температура воздуха около нуля градусов. Сохранится в течение дня. К вечеру возможен небольшой снег. Ветер восточный 2 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды – Банк Город. Акционерный коммерческий Банк Город рад предложить своим клиентам и партнерам полный спектр банковских услуг. Мы предлагаем нашим клиентам широкую линейку вкладов. Для льготных категорий граждан действует специальное предложение – вклад почетный. Банк Город – это высокий процент и неизменно высокая надежность. Индивидуальный подход каждому клиенту гарантирован. Найти нас можно по адресу. Улица Ашхабадская, дом 27, корпус 1, помещение 5. Это все новости к данной минуте. На нашем официальном сайте и странице на портале YouTube их еще больше. О развитии событий меньше чем через 2 часа. Не переключайтесь.